Ежегодный телеканал Универ ТВ ищет в своей ряды новые лица. 10 октября в 12.00 началось, пожалуй, самое долгожданное испытание для многих ребят – кастинг на роль ведущего новостей. Совсем не важно, на кого учится студент, но журналиста, математика или геолога – ведущим может стать каждый. Попробовать себя пришли ребята разных возрастов – факультетов, институтов Казанского федерального университета. Каждый из них по-своему талантлив и уникален. Но их объединяет одно – желание занять место ведущего новостей. На самом деле, наверное, основной сложностью было волнение ребят, потому что, ну, процентов 80, они такие лапочки, на них смотришь, они прямо начинают трястись. Их что-то спрашиваешь, они такие неуверенные в себе, типа, а, ну, извините. Вот это вот. Основная проблема – это волнение. То есть ребята, понятное дело, первый раз видят текст, первый раз видят камеру, там куча людей, да, зеленка, свет тебе в глаза лупит. Но все-таки как-то надо учиться с этим справляться. В этом году кастинг проходил в упрощенном формате. В порядке очереди ребята заходили в малую студию, где их ждал руководитель новостной службы Александр Фирсов. Здесь и сейчас они должны были показать, на что способны. Рассказать о себе в течение 30 секунд и прочитать текст суфлера. Его подготовила команда «Универ Ньюз» специально для будущих коллег. Одна ключевая особенность стала то, что впервые в этом году мы совместили как бы два этапа в один. И с одной стороны это был большой плюс, с другой стороны это был и минус. Объясню, что я имею в виду. То есть под плюсом мы вроде как всех за один день прогнали и все плюс-минус понимаем, да, что не надо ребятам, ну, кому вот откровенно нет, да, ему не надо уже приходить на суфлер. А минус, наверное, в том, что мы что-то так подустали, потому что на одного человека в среднем, ну, говорил я, что 5-7 минут идет. Нет, ушло минут 12. И несколько часов мы прям такие, не выходя из студии, это было достаточно сложно. Многие пришли на кастинг, имея за плечами большой опыт ведения телепрограмм или мероприятий. Несмотря на небольшое волнение, в их глазах читалось желание попробовать что-то новое, не стоять на месте и, самое главное, не бояться совершать ошибки. Я просто хочу попробовать себя, каковы это быть телеведущей, читать суфлера, потому что, в принципе, хочу связать профессию свою в будущем с этим. Вот, и мне кажется, это было бы неплохим таким началом, неплохой ступенькой для дальнейшей какой-то реализации. Вот, в целом пока не могу ничего сказать про кастинг. Очень много народу, вот, если много народу, значит, значит, это стоит того. Честно говоря, я не рассчитываю на то, что я прошла, потому что я пару раз запиналась, очень сильно волновалась, но это у меня свойство, я так и знала, что это пройдет. Но, опять же, я пришла для чего? Чтобы получить опыт, чтобы познакомиться с новыми людьми, вообще узнать, как проходит вся эта концепция выпуска, как ведутся эфиры, как выглядит вся эта студия. Вот, мне было очень интересно. Напомним, что Универ ТВ – первый в России круглосуточный университетский студенческий телеканал. Транслирует свои программы формата Full HD в эфир на цифровом пакете города Казани, в кабельных сетях по республике Татарстан, а также через IPTV-приставки по всей России и в интернете. Телеканал Универ ТВ является базой практики студентов Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Это медиаресурс, где будущие телевизионщики могут размещать свои наиболее качественные программы. У меня был опыт в сфере телевизионного конкурса. Также я участник открытого телевизионного фестиваля детского творчества, молодежный фестиваль созвездия Елда-Злат, участвовал в научных практических конференциях «Шаги в науку». Я безумно надеюсь на то, что пройду, так как я всегда мечтала стать телеведущей, отучилась вообще на юриспруденции, сейчас поступила в магистратуру журналистики. Было очень волнительно довольно-таки, но я думаю, в принципе, я справилась. Это как-то даже автоматически получилось, как будто бы язык говорит, мозг как-то отстает, а язык быстрее опережает. И было волнительно, но я очень постаралась, я постаралась выложиться. Итоги кастинга будут известны 30 октября и опубликованы в группе ВКонтакте. У всех, кто его пройдет, будет уникальная возможность проводить эфиры выпусков новостей. Это большой шанс для людей, которые хотят начать свою карьеру в области телевидения. Алина Красильникова, Тимур Табаров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин